Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия, в том числе и военные, чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси. Не стану скрывать, вы заметили, что в Питере после неформального саммита СНГ с президентом России один на один, кто-то даже меня упрекнул из наших сопровождающих лиц, что мы слишком долго вели диалог с президентом России, В результате мы договорились, в связи с обострением на западных границах союзного государства, мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Осново, я всегда об этом говорил, этой группировки, армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет, по-моему, уже в течение двух дней. И отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. При этом, Виктор Геннадьевич, я хочу, чтобы вы имели в виду, России сейчас не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитываете на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки. Еще раз подчеркиваю, я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее, который мы сегодня рассмотрим. Но еще раз предупреждаю вас. Мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно. В предном условии. Если вы, разведка наша, и военная, и гражданская, Комитет госбезопасности, что-то не упустит и не прозевает. Поэтому мы должны знать все, что происходит возле наших границ. Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали. Если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее – это будет хорошо. Поэтому, чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было. Уже люди нутром почуяли что-то там неладное, напряжение и прочее. А что делать, а как делать? Еще раз повторяю. Каждому на своем месте заниматься своим делом. Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость. Защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется. Вот эти вопросы мы сегодня должны обсудить и еще раз рассмотреть уточненный план наших действий.